Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы рассмотрим ряд категорий, которые, во-первых, характеризуют классную борьбу, а во-вторых, итоги развития человечества. Поскольку, когда рассматриваются итоги и результаты, то предшествующая борьба в них угасает. Да? Вот есть результат. Ну, первая категория, которую надо рассмотреть, это категория, которая связана с государством. Вот мы говорили, что идет классовая борьба. Господствующий класс использует в этой классовой борьбе государство, как орудие силы, как организацию силы для осуществления своих интересов. А противоположный класс, то есть оппозиционный, у него государства нет, но он, если он класс, тем более, если он передовой, он борется за то, чтобы овладеть государством, создать свое государство, и не извергнуть государство, класс реакционного. И вот эта борьба с использованием, классовая борьба с использованием государства с одной стороны, и с задачей установить свое государство с другой стороны, называется политикой. Можно поэтому сказать, что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба, за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Понятие одно, а это же явление, политика, можно рассмотреть с противоположных сторон. Со стороны господствующего класса, если он реакционный, он удерживает государственную власть, противится изменению общественного строя. Но его задача – проще его удержать, надо государственную власть, и использовать ее в своих интересах. То есть он за стабильность, этот класс. Он за что? Он приветствует консервативные силы. Что такое консервативные? Те, которые за сохранение того, что есть. В этом сохранении того, что есть, в консервативной политике, есть, конечно, зерно. Потому что давайте, если все ломают и портят, так давайте сохраним хоть все, что осталось. Хотя бы это. Сохраним то, что создано. Ну, надо сказать, если вот взять ситуацию в нашей стране, то после переворота 90-го года, после контрреволюции, у нас очень многие предприятия не сохранены, просто исчезли с лица земли. Скажем, станкостроительный завод имени Свердлова, который выпускал страны на станки на Эксор, нет его. Станкостроительный завод имени Ильича, у Кантемировского моста, нет его. Завод ЗИЛ, который в Москве выпускал 120 тысяч, так очень радуются там те капиталисты, которые строят дома. Потому что открылась территория, можно строить. Ну, там разрезали цех роботов в окончании. Хотя по всей стране ездили ЗИЛы, и все знают, что это очень хороший автомобиль. И правительственные ЗИЛы, потому что те, на которых они выезжали на парады. Сейчас нету ни таких ЗИЛов, ни других ЗИЛов, никаких ЗИЛов. И нету завода ЗИЛ. Ну, существует завод ГАЗ, но завод ГАЗ тоже существует в состоянии прихождения. Производство Волги, вместо того, чтобы ее модернизировать, оснастить современными средствами, приборами и так далее, хотя, тем более, что она пользовалась постоянным спросом и большим, было остановлено насильственным, можно сказать, путем. И Дерипаско, который стал хозяином этого завода, собственником, ну, видимо, он на стройке работал и заработал деньги на завод. Он купил, или ему по дешевке отдали, как барахло, оборудование, производство самое легкое в Америке машины Крайслер. Он его перевез, выбросили тем самым оборудование для производства Волги, помойку. Установили это оборудование для Крайслера и стали выпускать Волгу Сайбер. Немножко повыпускали, а потом прекратили. И эта Волга Сайбер, корова на колесах, которая никому не нужна, никто ее не брал, она прекратила свое существование. И производство, так сказать, легковых автомобилей тоже прекратилось на газе. Это огромное предприятие. Но считается, что они еще производят газели, потому что газели, как легковые автомобили, они идут по классу легковых автомобилей. И вот здесь очень стремились, в том числе при администрации Матюренко, убрать эти газели, заменить их на Мерседесе. То есть, занималась наша администрация тем, чтобы не дать возможности осуществлять производство отечественных автомобилей легковых и дать дорогу для иностранных предприятий. Собственно, это то же самое и производство железнодорожной тяги. У нас наш КБ, который делает подводные лодки, сделало очень хороший поезд, высокоскоростной, причем предусмотрено было, что в случае там лобового столкновения, вот те части, которые выходные для вагонов, промежуточные, тамбуры, делаются алюминиевыми и сминаемыми. То есть, они сминаются, а люди остаются живыми благодаря этому, потому что у него получается такой удар. Этот сокол стоит на приколе, а закуплен Сапсан. А что такое закуплен Сапсан немецкий? Это значит, что это лет на 30. Договор это значит запчасти, это значит технологии, это значит все электрооборудование, и подвески, и прочее, и прочее. Потом плюс к Сапсану появляется ласточка. А ласточка, ну если вы ездили, допустим, на электричке в Выборг, вы знаете, что у нас все время были скоростные электрички, для того, чтобы ехать на скоростной электричке, надо, соответственно, построить расписание, чтобы там не было поездов, которые тебя перебивают, то есть которые идут медленнее, чем вот идет электричка. И она идет с такой же скоростью, как эта ласточка. Ну теперь ласточки будут, то есть мы опять снабжаем немецкую промышленность, немецкое производство. Или, вы думаете, у нас тут нет Невского экспресса, здесь вот идет Сапсана, за ним 20 лет идет Невский экспресс с той же скоростью, в такое же время. Но собрались его все-таки, ну в соответствии с такой практикой, с такой политикой, убрать этот самый Невский экспресс, но оказалось, что вот эти Сапсаны, как только зимой начинается снег, они останавливаются в заснеженную погоду, они не рассчитаны на нашу время. А Невский экспресс спокойно проходит, поэтому Невский экспресс оставляют, но его не рекламируют, вы можете его купить, и ходит он раз в неделю, а Сапсанов много раз на день. Поэтому, скажем, производство того же самого Невского экспресса, оно находится в замедленном режиме. То же самое с самолетами. Если закуплены Боинги и роботы, то для АМС-21 рынка нет. Ну деньги стачены уже. Не важно, что он хороший самолет, и не важно, что Ту-204 хороший самолет, и среднемагистральный, который сейчас создан самолет, тоже неплохой. Но деньги это и срачено на другое, поэтому вот такая ситуация. Поэтому, несмотря на то, что против нас применяют санкции всякие, самые большие санкции применяют представители нашего государства, против нашей экономики. Больших санкций трудно применить. Значит, политика. Политика, классовая борьба за воевание, удержание, осуществление государственной власти. Какая задача стоит перед оппозиционным классом? Задача перед оппозиционным классом состоит не просто в том, чтобы вести экономическую, идеологическую и политическую борьбу, а состоит еще в том, чтобы создать свое государство. Ну вот пример создания государства новым классом дала Великая Октябрьская социалистическая революция. Причем перед этим Маркс, Энгельс, а потом и Ленин писали, что нельзя просто взять старый буржуазный государственный аппарат и пустить его в ход для новых целей. Вот этому было посвящено, в частности, работа Маркса, критика Готской программы, Ленина, работа государства революция. Ну вот, что получилось в 1917 году. В 1917 году были созданы советы, а советы были созданы вместе с рабочими дружинами и создался новый по существу государственный аппарат. То есть никто особенно не ломал этот старый буржуазный государственный аппарат. Его оставили. И тронутыми, и взяли из него пригодные для руководством, для обеспечения нового государства элементы. Несмотря на то, что в то время проводилась политика партмаксимума, то есть нельзя больше 500 рублей членам партии положить остальную партийную кассу, чтобы не было даже приоритета, чтобы не лезли в партию, к вам попало. А вот для нечленов партии, для тех, кого пригласили из старого государственного аппарата, из военспецов, из специалистов, из инженеров, никаких ограничений не было. И, как говорил Ленин, мы должны заплатить за науку. Надо лучше заплатить за науку, чем потерять. И поэтому, если вот сравнивать тех военспецов, которые привлекла Красная Армия, с теми военспецами, которые привлекла Белая Армия, то более квалифицированные военспецы, более высокого ранга, были Красной Армии. Поэтому не просто вот Красная Армия разбила, потому что Белую, потому что тут за землю, за волю, за лучшую долю воевали. Это справедливая была борьба, а еще и потому, что самые лучшие военные специалисты. Причем они, как рассуждали эти военные специалисты, мы вообще-то вне политики, мы не занимаемся, мы не за это правительство. Но мы за российское правительство, а те за Антанту. белогвардейцы, а не за Антанту. Нет, мы за Антанту не будем воевать. Есть такое изречение, что политика – грязное дело. По поводу всяких изречений надо иметь в виду, что все изречения обычно односторонние, не диалектичные. Политика – грязное дело, если ее ведет класс реакционный. То есть он обманывает, он идет на всякого рода махинации, вот он идет на разрушение того, что создано предшествующими поколениями. А класс прогрессивный, ему не за чем обманывать, он, естественно, выступает с позиций прогрессивных и ведет прогрессивную линию, и поэтому его политика – не грязное дело, а светлое дело. Поэтому политика бывает разная, реакционная и прогрессивная. Реакционного класса и прогрессивного класса. Но, чтобы вести политику, каждый класс создает себе авангард. Авангард. Чтобы успешно бороться, вести политическую борьбу, что это авангард. В чем задача авангарда класса? Задача авангарда класса, во-первых, научно изучить интересы этого класса. Понять, а что выгодно этому классу? Это раз. Второе, что должен сделать класс авангард, это внести в класс сознание его интересов. Не только рабочий класс Тёмин, и Ленин прямо описал в работе, что делать, что рабочий класс самостоятельно не может выработать пролетарскую идеологию. Почему? Потому что идеология – это дело научное. А если это дело научное, то её вырабатывают учёные. А учёных всегда бывает не так много. Учёных много, а Маркс, Эйнштейн и Ленин, их трое всего. Тем более великих учёных. И так во всякой науке. Физиков много, а Ньютон и Эйнштейн два человека. Химиков много, а Менделеев один. Ну и так далее. То есть это общее правило. И когда говорят, большинство учёных считает, да и в науке не имеет никакого значения, что считает большинство. Большинство считало, что Земля ходит, не Земля ходит вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. И что от этого? А меньшинство считало, что нет. И это меньшинство, это учёные, а большинство, это не учёные. Поэтому понятие большинства и меньшинства в науке не имеет никакого значения, хотя при присвоении учёных степеней делать нечего, приходится голосовать в учёном совете, в специализированном, скажем, присуждает, когда кандидатскую диссертацию или докторскую. Но порядок такой там. Значит, чтобы считать, засчитать докторскую или кандидатскую диссертацию защищённой, надо, чтобы проголосовало две трети. Вот скажите, вот, пожалуйста, новая, когда, новая, передовая, она рождается в большинстве голов или в одной голове? В одной. Как вот две трети сразу может быть? Для этого надо, либо это не шибко новая была, либо не очень сильный был результат, либо, 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 либо необыкновенный такой совет, потому что обычно, ну, как встречают представители, вот, вы так считаете, один придёт и будет против вас выступать. и доказывают, что не так, как его считают. Ага, мы ему сейчас покажем, у нас тайное голосование, сейчас покиваем, а потом раз и набросаем туда. Поэтому, как показывает практика, вот, те, кто, защиты у нас открытые, тот, кто часто бывает на защитах, видит, какая-нибудь слабая работа, вот, он там что-то бубнит, читает бумажки свои, потом выступают оппоненты, читают бумажки, потом проводится голосование, потом получается свои две трети и всё кандидатскую. А бывают серьёзные защиты и разделяются голоса пополам, раз пополам и большинство за него. И что? А ничего, надо не просто большинство, а две трети. Вот, совсем недавно мне довелось быть оппонентом по докторской диссертации, товарища Протопопова. И мой коллега, профессор Катёнов, доктор философских наук, тоже было понятно по этой диссертации. Диссертация у нас защищалась в докторском совете нашем. Довольно была бурная защита, в результате, это вообще редкость, чтобы по гейгерской тематике была защищена диссертация, там речь шла о негативности в философии Гигеля. И вот наш ученый совет проголосовал в итоге и третий за. Поехал за ученым советом высшая диссертационная комиссия, там у нас много людей, которые на дух не переносят диалектику, и Гигеля в том числе. Они говорят, что такое за диссертация такая, отправили ее на перезащиту в институт философии Академии наук. Там экспертная комиссия, которая была создана, сказала, да, замечательная диссертация, все прекрасно. А вот начальница сектора, она категорически против, много там шумела, выступала. В итоге он получил больше половины, но меньше, двух третей в институте философии. И все. И он, так сказать, его диссертация не утвердена. Ему предложили, хотите, можете снять, как будто бы и не было у вас защиты. Меня в свое время провели точно по такой же дорожке. Я после защиты здесь, в институте, в нашем факультете, был в ААКе, доклад делал. Ну, доклад сделаешь, потом выйдешь в коридор, а они-то бушуют. Кто за, кто против. Бушевали, бушевали, выпихнули меня в институт философии. И выпихнули с тем, что вот вам других оппонентов дали, и будьте здоровы, защищайтесь снова. Я начал готовить. Да как надо готовить в докторскую? Ну как? Там вот был бассейн Москва, там, где сейчас храм Христа Спасителя. Я все уже неделю плавал в этом бассейне Москва. А что еще готовить? Ну, сколько можно готовить? Ну, потом плавал-плавал, потом выступил там, проголосовали единогласно, и на этом точку поставили. Еще два года подержали и утвердили. Где там, что-то там где-то держали, уже непонятно, чего держали, потому что утвердили. Защищала здесь докторскую в 87-м году, утвердили только в 89-м. Ну и такая же ситуация в случае такого серьезного спора, она бывает и при там получении ученого звания. Например, мой коллега Виктор Георгиевич Долгов дважды его прокатили на большом ученом совете нашем, когда он получал ученое звание профессора. А потом он стал первым проректором нашего университета, что самое интересное, при Вербицкой. Я тоже один раз получил прокатил, прокатили меня в первый раз. А что значит прокатил? Ну нету двух третей, есть больше половины. Это вообще, когда здесь больше половины университета, так сказать, университетского совета это же хорошо. Правда? Вот я и считал, что это хорошо. Меня стали снова звать, чтобы второй раз прокатились по ней. Я говорю, как все знают, что я профессор, должность у меня профессора, это звание. Ну звание и так все знают. Не, и так все зовут профессор. А дальше надо на должность проходить, а на должность больше половины, но я проходил железно. Прошел на должность, получилось два раза человеку на должность, 10 лет профессор, как ее провести на звание. И тогда уже название вот так и прошло. Это так вот в нашей науке бывает. Так что не будем путать науку, а вообще появляются новые идеи в скольких головах? Как вы думаете? Вот. У вас, наверное, есть новые идеи? Никому пока не говорите, а то есть они набросятся и херстопчут в одной голове, а требуются две трети. Поэтому, скажем, я тому же самому протоколу сразу сказал, надо сначала монографию напечатать. Ну то есть особо идея постареть, набрать сторонников. А если вы совсем новые выходите, ну где вы, как можно, две трети за новые? Так и вообще с новым прогрессивным. Поэтому вот эта борьба старого и нового, прогрессивного и регрессивного существует как классовая борьба, только у одного в руках дубинка государственного, а у другого нет. Но тот, которого нет, тот тоже старается эту дубинку получить. Как, скажем, получил рабочий класс государственную власть, советскую, и ее использовал в своих интересах. Пока использовал, вот он и побеждал, а как только он утратил, а когда начал утрачивать рабочий класс советскую власть? Не обратили внимание? Как вы думаете? Советы это что такое? Вот если я вам совет даю, это значит советская наша власть? Нет. А если у нас ученый совет есть, потом есть совет безопасности, Владимир Валерьевич проводит, есть совет государственный совет соберут, такой хурал, всех губернаторов, видели, там большой стол и вот там тоже Владимир Валерьевич председатель. А как называется высшая верхняя палата федерального собрания Российской Федерации? А? Как? Что-то как-то не четко. Это же государство, как вы относитесь к высшей, к верхней палате? Даже не знаете, как она называется. Как называется-то? Совет Федерации. Ну? Какая у нас власть? Федерация. Федерация. Советский? Громсовет это. Совет Федерации у нас. То есть надо искать таких лучших, надо цепляться не за слово, а за содержание. Содержание Совета в том, что это органы, которые убираются по фабрикам и заводам, по трудовым коллективам. И, соответственно, отзываются. Вот меня избрали вчера, я вот пришел теперь сижу здесь. А завтра хотел прийти, а меня уже переезд брали. Направили другого вместо меня. То есть никакой проблемы с отзывом нету, и поэтому легко бороться с бюрократизмом, с каверизмом. А если оставить название Совета, а перейти к парламентской системе, она исключает отзыв. Невозможно отозвать депутатов. Невозможно. Никто их не отзывает. Вам скажут, ничего, вы кричите, раз его не изберете. Как вы его не изберете, он в списке стоит. партийном. Что вы говорите, ну голосуйте против этой партии, а другие за партию. И все. То есть парламентская система исключает отзыв, а советская нет, и поэтому это было очень гибко. К сожалению, в 1936 году, когда ни вас, ни меня не было, нас не спросили из-за этого. Так, может быть, спросили, и от системы выборов через трудовые коллективы перешли к системе выборов по территории. И это привело постепенно к заражению всего государственного аппарата постепенному такими людьми типа Горбачева. Поэтому у нас маленькие, большие, средние Горбачева были на всех уровнях, которые думали об одном, как сделать карьеру, для которых делание карьеры и личные блага были выше интересов общества. Это очень легко проверить. Например, мне довелось быть в 90-91 году членом Ленинградского обкома партии. Я был профессором университета и избран был в Выборгском районе по избирательному округу. Областной комитет партии. Я вообще знал, кто там кто сидит и куда кто пошел. И вот после вот этого периода начала 90-х годов, когда КПСС приостановили, куда пошли эти самые руководители. Основная масса руководителей пошла в банки. Почти никто не пошел, в рабочие никто не пошел и даже в директора никто не пошли. А как в советники банков пошли. Ну вот, а единицы пошли, так сказать, остались на тех позициях, которые у них раньше были. Единицы это, допустим, секретарь Петроградского райкома Раков Юрий Евгеньевич, это секретарь Смольдинского райкома партии, секретарь по идеологии Красногвардейского Галиндухина и два секретаря парткома освобожденных авангарда и Тюлькин и Арсенала Теретья и всего. Вообще остальные взяли портфель и пошли в банки, в коммерческие конторы, как будто они только и готовились к тому, чтобы заниматься бизнесом. И скажем, я хочу вам сказать, что тот, кто стоял на своем, его никто пальцем не трогал. Никто никого пальцем не трогал. Вот если будут говорить, что вот эти так называемые демократы напали на коммунистах и избивали, это ничего подобного. Все они взяли портфельщики и ушли. Объявили по радио в Центральном комитете, что все, уходите. Они взяли и ушли. Или Белов, который сейчас подвизается на Ниве как бы секретаря КПРО, он сидел в Смольном, открыл двери для Галины Старовойтовой, они все и зашли, демократы. Вот такие борцы. А мы сидели вот в газете, газета «Народная правда», где я главный редактор в Смольном и продолжали сидеть. И досидели с 93-го года, потом договорились с Собчаком и нам дали помещение на Белинского, где мы потом 16 лет находились. В Доме Политпросвещения мы сидели, туда все пришли, а мы сказали это, понимать, в Доме не уйдем и не ушли. И ничего с нами не сделали. И не надо рассказывать, что они такие плохие. Ничего такого плохого они не делали. Никого пальцами не тронули. Никто нас не умел. Мы их не трогали, нас не трогали. Кто хотел стоять на своем, тот и стоял. Наши товарищи хотели поднимать Дома Политпросвещения красный флаг и он и висел полтора месяца. Вот снимут и опять повесят. Сейчас это ничем уже не удивишь, потому что Гельцин сделал красный флаг с знаменами боевых частей. Если, когда торговать, вот будете трехцветное знамя берите, а когда воевать кровь прожает. Берите красное знамя и вперед, молодой человек, давайте. Идет у вас, есть военная кофе, красное знамя и вперед. И на трамвайчиках появились красные флаги. То есть сейчас никого если не удивишь, тогда это имело такое значение. И кончилось дело борьбы это тем, что пришлось срезать властям флагток, флагшток, на котором вешались, а иначе на все время шла. Ну, когда уже не на что стало вешать, тогда это прекратилось. политическая борьба не сводится к тому, чтобы с флагом ходить, правда, это же не самое главное в политике. Политическая борьба это борьба за экономические интересы, класс. И она никуда одеться не может. Меняются формы этой борьбы, класс может, который был правящим, стать оппозиционным снова, как сейчас рабочий класс, а тот, которого вообще не было, вновь как бы воспринуть. У нас какие-то были кооператоры, теневики, и были желающие стать капиталистами. Потом мелкий бизнес, а мелкий бизнес какое свойство имеет? Мелкий буржуа имеет такое свойство превращаться в буржуа. Но это сдается единицам там, из сотни. Двум-трём, скорее двум, чем трём. А основная масса опускается вниз в ряды рабочего класса. И вот, так сказать, на этой почве идёт борьба. При Ельцине, это такая была форма политической борьбы, объявили, что у нас деполитизация, депортизация, де-идеологизация. Ничего этого нету. И народ, я бы сказал, как телята, этому поверили. Потом прошло какое-то время, оглянулись люди, смотрят уже сейчас, вот нашим выбором было 74 партии. Допустим, 74. А что такое партии? Партии-то и есть авангард класса, про который мы уже говорили. Каждый класс создаёт себе авангард, который изучает интересы этого класса, вносит в класс сознание его интересов и организует борьбу класса за эти интересы. Вот что такое партия. И сколько у нас партий? Давайте разберёмся, сколько у нас сначала классов. Классов сколько в России современной? А? Класс. Сколько классов? Три. Три. Буржуазия, рабочий класс и мелкий буржуазия, то есть мелкие хозяйчики, работающие на рынок. И какая судьба этих мелких хозяйчиков? Они с одной стороны всё время разоряются. Вот сегодня я открываю газету, написано, помощь будет оказана каждому сотому мелкому буржуа. Вот этот каждый сотый может он и поднимется, а все остальные и... Потом оказывали, 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 оказывали мелкому бизнесу помощь. Потом выясняется, что у нас государственные предприятия в современном России производят 70% валового внутреннего продукта. Вот итог. Но это понятно. Ну как вы? Вы можете подводную лодку сделать в ларьке? А ракету сделать вот где-то на коленках? Да? А перевести эту ракету на Жигулях? Ну вы же посмотрите, что там. В ларьке у них туалета нет, ведро. И вот говорят, мелкий бизнес нас спасет. Детский лепет. Хотя всем известно, что Маркс даже в капитале вообще не рассматривает мелко буржуизм. Не рассматривает, потому что бюро, говорит, чистый вариант. Есть рабочие и капиталисты. А это промежуточные. Они снова появляются. Почему? А потому что когда появились монополии и капитализм перерос в монополистическую стадию, появились монополистические цены. Вот так я вас все время побивал, потому что у меня крупное производство было, у вас мелкое, вы пирожки пекли, а никто не брал, потому что у меня пирожки в два раза дешевле. А потом, ну, когда я стал монополист, во-первых, я стал пирожки печь с чем? С пальмовым маслом. И цены сделал 10 раз больше, чем были. А при таких ценах ваши пирожки без пальмового масла? А что он делает? Это он культурой называет. Это было нейтрально, он рассказывает. Какое нейтрально? Это он же, этот вот, этот культурой в этом состоит. Хорошо, тогда я другой вопрос. А газовые камеры не результат преобразовательной деятельности? Да? Так культура в этом проявляется? Вот вас послушаешь, так научишься, что культура проявилась в человечестве в том, что создали газовые камеры. А еще немцы делали абажуры из человеческой кожи. Это тоже преобразовательная деятельность людей. Так далеко мы пойдем с вами. Идите одни, товарищи, я с вами не пошел. Значит, неправильное это определение. Вместо того, чтобы придумать правильное определение, вы цепляетесь за неправильные высказывания. Не надо за них цепляться. Ну, сделали неправильное высказывание, с кем не бывает. Студент не обязан все знать. Тем более, когда он учится. Во-вторых, у нас сейчас не экзамены. Это сейчас я считаю лекцию. Как бы, а вы так высказываетесь, ну, для оживления. Поэтому, какие к вам претензии? Да никаких. И не может быть претензий. Я вам еще не изложил. Я должен рассказывать, что такое культура. Ну, спросить-то я могу. Вдруг вы все знаете. Я начну рассказывать, вы будете сказать, что вы нам рассказываете? И мы так все это знаем. А вы нам рассказываете, мы народ образованный. Книги читаем, газеты, радио слушаем, телевизорные, в интернете лазаем. Лазаем, лазаем, нашли, приобретаем. Ногтей сколько настригли. Посчитайте, сколько тонн, если для человечества все возьмете, на земном шаре. О, будет. Это же результат преобразовательной деятельности человека. Значит, ну, в разных аудиториях разные ответы дают. Вот к культурологам придешь, они сразу говорят, есть 500 определений культуры. Я говорю, ну, дайте хоть одно-то. Сразу меня оглушают, 500 у них. 500. Одно. Одно не могут дать. Никакого. Ну, дайте хоть какой-нибудь. Плохо. Вы-то сразу даете. Вы же не культуролог. Как вы-то, у вас не заржавеет. Они не могут дать. Не дают. Ну, давайте я дадам. Можно я тогда дам сейчас определение культуры? Это накопленный опыт человечества, материальный, духовный. В накопленный опыт еще входит то, чего делать не надо. Они не вся преобразовательная деятельность. А то некоторую деятельность не надо делать. Не надо ее затевать. Надо ее осуждать. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот не надо делать кривые амфоры. Это накопленный опыт человечества. Круглые надо делать. А чтобы круглые делать, приходится на круге это делать. И искусство должно быть, да? Для того, чтобы у вас получился, ну, хотя бы горшочек. Вы когда-нибудь делали горшочек? Сейчас даже для детей продаются круг, на котором можно сделать горшочек кругленький. Но если вы не на круге делаете, так лепите, будет ужасно. Ужасно. А вы помните, какие-то амфоры большие, да? Увшины, красивые. Вазы. Это тоже накопленный опыт человечества. Но материальный. А когда мы говорим культуру, вот предметы культуры, да? А в сельскохозяйственные растения, вот вы сможете наесться, если у вас один колосок стоит. Пшена. Нет, не пшена, это вообще пшеница. Один колосок. Нет. А оказывается, когда их много, этих колосков, да зернышки собрать, да смолоть, тогда можно же и хлеб делать. Это же культура. Почему, говорят, сельскохозяйственные культуры? Слово культура здесь почему? Потому что так просто это не получается. Это надо опыт иметь. У вас есть опыт выращивания пшеницы? Нету. И у меня нету. Я только глядел на это. А вот опыт глядеть у меня есть на это. А вот выращивания нет. Это серьезное дело. Попробую вырасти. Меня спрашивают, вы картошку выращивали? Я говорю, выращиваю. Ну и как? Отлично. Сколько вот посадил, ровно столько же вырастает. Ну выхожу от садки. Ну какая вот культура у меня. Изблюдили. Но зато я сажаю эту старую картошку. Получай-то новую. Вот культура. У меня свежие. Ну а вы уж прямо там, чтобы сразу из одного мешка 5 было. Ну это уж через край. Нет, конечно, культура требует особой. То есть культура накопленного по человечеству. Это он касается и сферы материальной. Туда попадают средства производства. Правда? Здания, сооружения, мосты, дороги, водопроводы. Вот все, что положительное, что создано человечеством для его развития. Не то, что сделано человечеством в ходе своих блужданий и метаний, а в ходе, что сделано для развития человечества в качестве основы дальнейшей жизни. Да? Все это входит основой. А мусор не является основой дальнейшей жизни. Вот все это входит в культуру. А вот всякого способа переработки этого мусора уже входит в культуру. Правильно? Вот, например, эта вот помойка в Новосялках наконец 6 лет добивалась одна фирма, чтобы ей дали заняться переработкой этого. И наконец вроде бы согласились и вот до конца 17-го года ее закроют. И там будет вырабатывать электричество. Пробурят эту помойку и тот из тех газов, которые оттуда выходят, там черте что, ведь какие реакции бешеные там проходят. И из них они их сжигают и получают, будут получать электроэнергию. Ну, а ванища будет в два раза меньше. Больше не обещают. В два раза. Это уже шаг вперед же. А так все равно больше, а так в два раза меньше. Может, еще что-нибудь потом придумаем. Ну, пока так. А пока решили, но все равно, раз еще не готова, документация пока будем валить до конца 17-го года. до конца 17-го года. Так. А духовная культура это и наука, и искусство, да, всякого рода. Включая и электристику, литературное творчество, и балет, и музыкальное искусство. Все это входит. Ну, и живопись, конечно, входит в культуру. скульптуры, все это элементы культуры. Вот, например, скульптуры делают из мрамора, из гипса, так, из гранита. это материальный продукт или духовный? Материальный или духовный продукт? Скульптура. Духовный. А вот если я копию сделал, вот вы сделаете какую-нибудь скульптуру, а я раз, и такую пухточную копию сделаю, и буду продавать много копий. Вот это уже будет материальное производство, правильно? репродукции, картины. Это какое производство? Это материальное производство. Копий. Вот. А художник, вот смотрите, у него, во-первых, холст. холст, это точно, это, это, это продукт материального производства, материальной культуры. Потом он на ножках уже стоит, вот, не просто так вот лежит, да, рамка есть еще. И вот он ходит, здесь с кистью, как плохой маляр. Хороший маляр, он быстро, раз, 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 и все. А это что-то выбирает, там, это, 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 или, как говорил Аркадий Игоревич, художник. Кто такой художник? Он пьет нужную кряску, и клядет ее в нужное место. Вот единственное, что угадать надо. Вот я тоже могу, могу так класть краску, я только не знаю, в какое место ее положить. Вот единственное. А так вот все я могу, и размешивать могу краску, и смешивать могу, и холст могу купить, и стойки, и поставить так, и так, и даже затребовать такую хорошую квартиру, чтобы там было светло, мастерскую. Ну, дальше уже ничего не получится. Может, лучше быть хорошим художником, чем плохим конфликтологом, или наоборот. Лучше быть хорошим конфликтологом, чем плохим художником. Каждому свое. Вот культура. Поэтому, а в культуре классовая борьба угасает. Правильно? У нас, посмотрите, так сказать, у нас в культуре есть результаты. Каких времен? Самых давних. Отраво-владельческого строя у нас что-нибудь осталось в культуре, или нет? Отраво-владельческого строя. А? Что-нибудь осталось. Ну, что? Если у вас, это у человечества осталось, говорит, у меня в голове не осталось. А в голове у вас что-нибудь есть от того? Хотите, я докажу, что у вас в голове есть отраво-владельческого строя? Геометрию изучали в школе? Царем Пифагора изучали? Пифагоровы штаны во все стороны равны. Квадрат гипотенузы и сумма квадратов кассеты. Кто придумал? Кто придумал? Кто придумал? Пифагор. Так он когда жил-то? Ну, в владельческое время. Ну, до Качева. Я спрашиваю вас, отраво-владельческого строя осталось что-нибудь в голове? А как вы думаете? Да культура, она же собирается, все в ней. Она мулятивная, накапливается все. Идет накопление опыта человечества, правда? Была борьба, класс свой, но тем не менее все шло, созидание, правда? Созидательные процессы шли, развитие это шло. А что такое развитие? Движение низшего к высшему, простого, к сложному. Потом, феодальное время. Мы пользуемся вообще результатами феодального времени? Вот этот дом у нас, в котором институт философии, он когда был создан? Вам он не напоминает торговые ряды? Нет? Смотрите когда-то, вокруг, если пойдете. Не напоминает он? Что это? Давно этого дома. Ну а этот вот главное здание, это какое-то? Петровского времени же. Это здание 12 коллегий. А что значит коллеги? Каких коллегий? Министерства. Министерства были. Ну, так при Петре там министерства были. И стоит еще и Меншиковый дом. Там даже показано вот сколько тогда было. Ниже это было, а сейчас уже такой слой земли мороз. вверху. Это же с какого времени? Ну, вот все самые красивые здания у нас с какого? Из капитализма, из социализма, или из феодализма? Таврический дворец, феодализм. Смольный собор, феодализм, зимний дворец, то же самое. Вообще все самые красивые здания, которые есть, это ясное дело. особенно, вот, например, в хрущевское время, там было, это архитектурное излишество. Живите вот этих коробках, вот, вот, еще в хрущевах. Поубирали. А опыт говорит, что вовсе не так надо относиться к архитектуре. Архитектура – это очень важный вид искусства, можно сказать, самый крупный. Человек в мире искусства в этом, в архитектуре, находится повседневно. На другие вещи он пойдет смотреть в музей, на здания, сооружения он все время смотрит. Поэтому, если красивые здания, у меня настроение другое, а будет у вас кругом как в тюрьме, и настроение будет тоже как в тюрьме. Идешь только коридоры, темные все. Сейчас, если попадешь в новый район, хорошо, что нас народ мало пьет, а то, если отсюда и не выйдешь, какой попал в район, какой город. Я один раз был в Париже, из Брюсселя ехал. Подъезжаем в Хрущевы. Вот сейчас на них нет Собянина. Надо там тоже снести эти Хрущевы, нечего. Такой Париж красивый город, а вокруг хрущевы такие наставили. Быстро бы сонали, деньги собрали всех, кто туда. И там навечно их туда и захоронили в эти дома. И живите там, и не вылезайте оттуда. Кроме культуры еще есть такие понятия неклассового характера. А то можно подумать, что это у вас все классовый да классовый. Есть же еще и кассовый подход, кроме классового. А где кассовый подход? Кассовый будет. Значит, нации. Понятие нации. Кто-нибудь может сказать, что такое нация? Вот если я в Америку поеду и буду там жить, и буду там преподавать, у нас там много преподают, в том числе с Матмеха, где я учился, и буду говорить My name is Michael в английском. Так. И какой нации я буду принадлежать? Ну какой нации буду я принадлежать в итоге? Не знаете? Ну хорошо. А дети там мои, а внуки там и так они будут жить. И какая будет? Какую нацию они будут входить? Американскую. Американскую, конечно. Леонид Салмонович Бляхман нам рассказывал, профессор нашей кафедры, где я работал, в кафедре политэкономии, экономики и права, сначала кафедре политэкономии. Сначала дочка у него уехала в Америку, потом он тоже туда-сюда ездил, а потом тоже уехал в Америку. А сюда приезжает лечиться, здесь дешевле. Медицина здесь дешевле. Говорит, ну, мы, конечно, он не говорит, что он входит в американскую нацию, просто здесь он считался евреем, а там он считается русским. Потому что никто себя евреем там считать не будет. Приехал из России, значит, русский. И все. И никуда, говорят, мы с Брайтон-Бич никуда не уедем. Вот так они там, как в резервации живут. Ну, а если канадцы приедут в Америку, то же самое, англичане, французы. А что, корейцев мало туда? И китайцев полно. А негр-китайцы есть? А? Есть? Ну, приехал негр в Китай, остался жить, женился. даже рассказывает про одного украинца, что он женился на негритянке, у него мальчик растет, во дворе играет. Он говорит Грицко, ай да, галушки исты. А тот кричит, не уходся в батько. Батько говорит, ну, извини, бананов у меня немае. Ну, вот что делать. То есть, если мы будем... Так вот, нация, она формируется по кровно-родственному признаку или нет? Она и не по классовому, и не по кровно-родственному. Это понятие другое. Вот есть для того, чтобы применять кровно-родственный принцип, есть другое понятие. Национальность. Национальность, я могу вас спросить, какие у вас папа-мама? И от этого зависит от того, какая у вас национальность. Правильно? И все. Например, вот у меня был соавтор, декан экономического факультета Моисеенко Николай Андреевич. Жена его, Валентина Ивановна. Он украинец. А жена у меня, Валентина Ивановна, русская. И двое детей, дочке. Светлана старшая, русская написана. А младшая, тогда еще писали в паспорте у нас национальность. Сейчас зачем-то не пишут, думаю, что так проблемы сняты. Они не снялись. Национальные проблемы не снялись от того, что вы не отражаете то, что есть в жизни. А младшая написала украинка. И вот две сестры, одна украинка, а другая русская. Родные. О! Как интересно. Ну и так далее. То есть, если мы берем национальность, это чисто кровно-родственные отношения. Национальность, народность, да? Племя. Это все. Отсюда племянники. К одному племя не относятся. А если вы берете нацию, то определение нации такое. Нация. Это общность людей, характеризующаяся общностью экономики, территории, языка и культуры. Это общность людей, которая складывается на основе общности, экономики, территории, языка и культуры. Например. Есть у нас товарищ, был такой художник, Левитан. Кто такой Левитан? Это русский художник еврейского происхождения. А диктор Левитан? А это русский диктор еврейского происхождения. Почему? Потому что в этом определении нации ничего нет от крови. Правда? Ничего. А евреи нации составляют? Нет. Нет еврейской нации. А евреи по национальности есть. А израильская нация есть? Есть. Почему? А потому что там есть общность, которая вклад сложилась уже на основе единой экономики, территории, языка и культуры. И язык ему пришлось взять старый. Он же вышел из употребления. Употреблялся идиш или жаргон, как его называли, такой с немецким акцентом. А сейчас древнееврейский язык употребляется. Его оживили, и вот на нем говорят израильские евреи. На нем говорят. А так больше на нем никто и не говорит. Но русские евреи, которые туда при крайне, поговорят по-русски. Там все хорошо. Они обязательно стараются на этом языке говорить. Ну вот, поскольку выяснилось, что кроме таких классовых понятий есть еще понятие, как культура и как нации, то из этого следует, что понятие общественной экономической информации вовсе не исчерпывает всего многообразия сторон общественной жизни. Правильно? Поэтому, если вы хотите правильно изучить или глубоко изучить и всесторонняя жизнь, то нужно взять общественную экономическую информацию. Обязательно. Потому что это основа всего. Это первое, что нужно. Берете вы, и выясняется, что в нашем мире, в нынешнем, кроме капиталистической информации, и коммунистической нету никаких других. Рабовладельческой нет, феодальной нет. Но этого мало. Вы должны изучить еще историю, культуру и нацию. И вот, когда вы возьмете общество, богатство из всех составляющих, то есть не только экономические базы с политическую и логическую настройку, но возьмете еще культуру и нацию, то вы получите цивилизацию. То есть, развитие общества во всем богатстве его составляющих. Поэтому нельзя так вот говорить, как некоторые напишут, есть цивилизационный подход, есть формационный подход. Но это все равно, что вы, есть, говорят, у меня подход со стороны ног, а у меня есть со стороны головы. Ну и ноги, и голова есть. Надо просто понимать, что сначала вы должны основу рассмотреть, а потом основанное. Правильно? Есть основа, это вот формация эту основу нам дает, и с основанной формацией формацией, но обязательно нужно принять во внимание историю, культуру и национальные моменты. И они очень важны. И мы знаем по современному миру, что они очень важны эти все моменты. А в культуру входит и история, еще и религия, правда? И абстрагироваться от этих моментов нельзя. Если мы хотим, скажем, конфликтологи, если хотят изучать конфликты, значит конфликты могут быть и на религиозной почве, и на национальной почве. А в культуре там постоянные конфликты. Вот если я руководитель концертного органа, вы выступать не будете, а вы только умеете играть на пианино. Не будет у вас в концертной строке, все, и вы пропали. А что вы, куда они есть? Конфликт? Так пропадают люди. А вы вот замечательный дирижер, а вам не дают залы дирижер. Борьба, конфликты, то есть конфликтами хорошо. Работы у нас товарищи будут конфликтологи, море. Чертовски хочется работать. Значит, позвольте вас поздравить с окончанием наших лекций по философии. с тем, что начинается счастливое время, когда вы должны сдавать экзамен. А чем оно счастливое? А потому, что вы в меня превращаетесь, вы будете как бы лектора, я как бы вас слушать буду. Единственное, что у нас каждый раз один на один будет этот разговор. И вам, в общем-то, вы можете, конечно, мои лекции оценивать, но как бы они не носят государственного такого политического характера, не носят характера принуждения. А тут вот мне поручило государство наше принимать у вас экзамены. И вот, что я поставлю, то и будет. Если кто рассчитывает на какую-нибудь комиссию, то я думаю, вы понимаете, что комиссия будет не ваши друзья, а мои друзья. Скажет, Михаил Васильевич, ну как вы допустили, что эти люди еще даже дошли до экзамена? Эти люди вообще ничего не знают. Какой вы гнилой либерализм проявляете при оценке знаний этих таких-сяких студентов? Поэтому я думаю, вы реально так смотрите с позиции борьбы. Поэтому вот, к сожалению, у меня такая совершенно неограниченная власть, которой я буду ограниченно пользоваться. А в каком смысле? Для чего я буду пользоваться? Ну для того, чтобы дать точную и правильную оценку вашим знаниям, потому что все-таки когда нам дают власть, нам, между прочим, еще предполагают сначала изучать, а есть ли у них знания, чтобы такую власть иметь? А есть ли у них квалификация? Могут ли они вообще оценивать? И не звери ли они вообще? Зверей-то они. Надо пускать на преподавательскую работу. Вот. Как говорится в частушке в одной, открываем Амане двери, никакие мы не звери. Так что вы должны подготовиться, будете излагать. Это вы, когда вы воспроизводите, вы не потребители, как сейчас, а производите знания. Я как потребитель буду их оценивать. Но такой госприем. Экзамен вы знаете, когда у нас? 26-го. Вот. 5-го у нас экзамен с вами. Нет, не 5-го. 26-го. 26-го. А, соответственно, консультация у нас 23-го. Ну вот. То есть у нас впереди время для вашей подготовки. Море. Лучше бы это было зимой, а то берут такое время, когда солнышко тут придет. Ну и на пляже можно готовиться. Вот. Эту специальность по философии спокойно можно на пляже готовить. Очень осторожно. Счастливо. 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 Счастливо.